Есть город, что живет в сердцах и памяти людей, которые возвели его. Ни один город не подвергался столь систематическим грабежам и уничтожению. Этническая панорама этого города неоднократно изменялась в течение последних 200 лет. Однако в городе, который, как утверждают армянские авторы, древнее Рима, на сегодняшний день не осталось ни одного историко-архитектурного памятника, имеющего возраст более 200 лет, за исключением одной единственной мечети. Местное тюрко-мусульманское население, создавшее этот город, впоследствии было подвергнуто этнической чистке. Однако стереть историческую правду из народной памяти, из книг по истории, из табло и картин художников невозможно. Невозможно предать забвению этот город. Потому что этот город – один из центров древней культуры Азербайджана. Эревань. Сокрытые истины. Представьте себе шумный восточный город с плодородными землями, полноводными реками, с мечетями и базарами, населенные трудолюбивыми людьми. Азербайджанский город, славящийся своим гостеприимством и богатством. Город Иревань расположен в северо-восточной части долины Агры, называемой ныне Араратская долина, на высоте примерно 900-1000 метров над уровнем моря. В средневековых источниках название этого города упоминается как Ряван, Иреван, Иревань. В 1827 году, после того, как Иреванское ханство было захвачено войсками Российской империи, название города было записано как «Эревань», и только в 1936 году город был назван «Ереваном». В различные периоды территория, на которой был расположен Иревань, входила в состав таких государств, как Ур-Арту, государство Сасанидов, Арабский халифат, государство Саджидов, Шидадидов, Сельджуков, Эльдонизов, Ильханидов, Теймуридов, Карако-Юнлу, Акко-Юнлу, Сефевидов, Афшаров, Гаджаров и в состав Российской империи. После падения Российской империи постановлением Национального совета Азербайджана от 29 мая 1918 года город Иревань уступили армянам в качестве столицы. Ряд армянских историков связывает название современного Еревана с названием «Крепости Ирбуни», основанной в 782 году до н.э. во времена правления царя Ур-Арту Аргиштия I. Они утверждают, что крепость Ирбуни относится к материальному наследию армянского народа. Однако из надписи на надгробной плите, обнаруженной в крепости Ирбуни, очевидно, что Ирбуни был построен на северо-восточных окраинах царства Ур-Арту не как город, а как крепость военно-оборонительного характера в честь богини-нимфы Ирбуни. В надписи на надгробной плите, найденной в крепости Ирбуни, построенной близ современного Еревана, не упоминается ни хайи, ни современный армянский народ. Из мехейских надписей, относящихся к эпохе Ур-Арту, известно, что в первой четверти восьмого века до н.э. до захвата долины Агры урартийцами эта территория называлась «Страной народа Аза». Французский ученый Ленарман, изучающий во второй половине XIX века этническое происхождение и язык населения Ур-Арту, и немецкий языковед и армяновед Мортман доказали, что язык и культура Ур-Арту не имеют никакого отношения к современным армянам. В течение примерно 1200 лет от падения царства Ур-Арту до установления господства арабского халифата ни в одном источнике не упоминается название населенного пункта под названием Эревань. В период халифата управление областями Южного Кавказа возлагалось, как правило, на тюрков. Большинство средневековых арабских источников также не дают никаких сведений об Эреване. Армянский писатель Хачатур Абавян пишет, что до начала 8 века армянские писатели нигде не упоминают название города Эревань. Считая абсурдным предположение, что название Эревани происходит от имени армянского царя Ерванда или связано с именем пророка Ноя, Абавян пишет, что этот город известен с 1441 года, то есть с периода правления правителя Каракойюнлу Джахан-Шаха и с тех пор до захвата Российской империи в 1827 году Эревань неоднократно захватывали то иранцы, то турки. Каждое утро звуки азана, доносящиеся с миноретов мечетей, будили Эревань. Пробуждающийся ото сна Эревань распахивал настиж двери и ворота к караванам, купцам, ханам. Французский путешественник Жан Шарден в своем произведении «Путешествие из Парижа в Исфахан» подробно описал увиденное им в Эреване в 1673 году. Он пишет, что в Эреванской крепости, состоящей примерно из 800 домов, живут только козылбаши. В своем произведении «Путешествие в Персию и Восточную Индию», изданном в начале XVIII века в Нюрнберге, немецкий путешественник Франц Каспар Шиллингер отмечал, что в пределах города Эревань живут только азербайджанцы. Армянский миссионер Исраэль Ори в своем письме Петру I, написанном 25 июля 1701 года, отмечал, что в городе Эревань проживает чуть больше 300 человек армянской национальности, занимающихся торговлей. Пушественники, летописцы, ученые, художники, поэты, посетив Эревань, описывали этот город в своих произведениях. Известные путешественники и исследователи Жан Тавернье, Жан Шарден, Джеймс Морьер, Дюбуа де Монперье, Эвлия Челеби, графиня Просковья Уварова, Генри Линч, академик Николай Мар и другие в своих произведениях описывали Ханский дворец, его зеркальный салон, бассейны и бани. Большая часть фотографий, снятых в Эреване известным русским фотографом Дмитрием Ермаковым в 80-90-х годах XIX века, хранится в настоящее время в фонде Ермакова, Государственного музея Грузии, и в Государственном музее искусств Грузии. Часть фотографий, снятых в 1897 году в Эреване немецким историком-искусствоведом и археологом Фридрихом Сареном, в настоящее время хранится в отделении Исламского искусства Государственного музея в Берлине. Существует достаточно сведений о десятках деятелей культуры и науки, родившихся в Эреване и создавших свои произведения в зарубежных странах под псевдонимом Иревани. Произведение «Польза мудрости», родившегося в XVIII веке в городе Иревань, видного азербайджанского врача и ученого «Гаджи Сулейман Гаджара и Ривани», написанное им на персидском языке, снискало громкую славу не только в Азербайджане, но также в Иране и Средней Азии. Эта книга была средневековой фармацевтической энциклопедией, в ней повествовалось о лечебных свойствах тысяч местных лекарственных растений, пищевых продуктов и минералов. В XIX веке прогрессивные традиции художественного творчества Западной Европы и России оказали непосредственное влияние и на творчество азербайджанских художников. Это влияние нашло отражение и в творчестве ярчайшего представителя плеяды художников XIX века Мирзы Гадима Иревани, родившегося в 1825 году в Иреване. Мирза Гадим считается основоположником азербайджанской станковой живописи. Его произведения выставлены в Государственных музеях искусства Азербайджана и Грузии и в Санкт-Петербурге в Эрмитаже. Русский историк-статистик Иван Шопен писал, что подавляющее большинство молодежи в Иреване пересказывало наизусть произведения Рудеки, Фердоуси, Энвари, Низами, Джами, Хафиза, Саади и прочих известных поэтов Востока. Все это свидетельствует о том, что город Иревань действительно был в те времена одним из развитых научных и культурных центров Азербайджана. Единственный экземпляр рукописи «Диван Гусейнали-Хана», составленный в 1782 году в период правления риванского хана Гусейнали-Хана, хранится в настоящее время в Государственном музее Армении. Большинство ценных рукописей произведений, принадлежащих в богатой литературной среде, сформировавшейся в городе Иревань, хранившихся в мечетях и медресе, были утеряны или уничтожены во время сражений при взятии крепости Иревань, и в результате неоднократных выселений местного тюрко-мусульманского населения из их родных мест, или, как писал армянский историк Тадевас Хакапьян, ценные азербайджанские рукописи были собраны и изъяты из мечети Иревани и сданы в фонд рукописей Эчмиадзинской церкви. Эти рукописи и сегодня хранятся в этом фонде, сокрытые от научной общественности. Богатство и поэтичность азербайджанского языка стали причиной того, что писали и создавали произведения на этом языке и немногочисленные армяне, жившие в то время на территории Риванского ханства. Армянский писатель Абавян об армянах, проживавших в Иреване, писал, «Тюркский язык знают даже женщины и дети, поэтому вполне естественно, что в народе люди с врожденным поэтическим даром создают поэтические произведения на тюркском, то есть на азербайджанском языке». Еще во второй половине 17 века французскому путешественнику Жану Шардену, побывавшему в Иреване и гостившему в Иреванской резиденции чухурсаатского беглярбекства, было показано представление из трех частей. Это представление оставило у Шардена столь приятное впечатление, что он назвал его «Оперой Востока». Покорив город Иревань в 1501 году, основатель севифитского государства Шах Исмаил Хатайи поручил своему полководцу Ривангулу Хану построить крепость на местности, имеющей стратегическое значение, на берегу реки Зенги. Известный тюркский путешественник географ Эвлия Челеби относит возникновение Иревани как населенного пункта к началу 15 века и рассказывает о том, что один из купцов эмира Теймура, купец Хаджа Хан Лехиджани, ступив на плодородные риванские земли, решил навеки поселиться здесь вместе со своей семьей. Эвлия Челеби также пишет, что правитель государства севифидов Шах Исмаил дал указание Ривангулу Хану о возведении здесь крепости, которая была построена в течение семи лет и названа Ряван. Крепость, раскинувшаяся на 850 метров в длину и на 790 метров в ширину, охватывающая примерно семь гектаров территории, имела квадратную форму. Крепость имела три входа. На юге – Тибристские ворота, на севере – Шерванские или Майданные ворота и мостовые ворота. В результате длительных непрекращающихся войн между Османской и Севифидской империями Риванская крепость 14 раз переходила из рук в руки, каждый раз подвергаясь определенным разрушениям и затем вновь восстанавливалась. Захват Риванской крепости, расположенной на стратегической местности, имел для Российской империи чрезвычайно важное значение. В 1804 и 1808 годах попытки русских войск захватить крепость завершились неудачей. В течение более чем 20 лет Риванская крепость выдерживала беспрерывные атаки русских войск. И лишь 1 октября 1827 года, после того, как армяне сообщили русскому командованию места проходов в крепостных стенах, крепость была схвачена российскими войсками. Взятие Риванской крепости отпраздновали в Петербурге, по этому случаю даже состоялся официальный смотр войскам. За особые заслуги при взятии Риванской крепости генералу Ивану Паскевичу был пожалован титул графа Риванского. На картине «Штурм Риванской крепости» художника-академика Владимира Машкова, бывшего свидетелем штурма Риванской крепости русскими войсками, изображена артиллерийская атака русских войск с северо-запада. Панораму взятия Риванской крепости изобразил и другой русский художник-баталист, академик Франц Рубо. Это произведение в настоящее время хранится в Музее истории Армении. Указом императора Николая I были учреждены медали за взятие Риванской крепости. Одна из этих медалей была изготовлена в 1827 году в Тибризе, другая — в 1829 году в Санкт-Петербурге. На медалях, кроме слов «За взятие Еревани», выбита картина взятия крепости войсками Российской империи. На другой медали, изготовленной по случаю заключения с Ираном мирного договора в 1828 году, изображен древний азербайджанский город Еревань с куполами и минаретами мечетей. В 1864 году Эреванская крепость перестала использоваться в качестве военно-оборонительной крепости, а в 1865 году, выкупив часть территорий крепости, армянский купец Нерсес Тахирян построил здесь коньячный завод. Коньячный завод и площадь, называемая сегодня Площадь России, находятся на исторической территории Иреванской крепости. Часть крепостных стен продолжала существовать до конца Второй мировой войны. В настоящее время от величественной крепости не осталось никаких следов. Дворец Сардара или Ханский дворец, считающийся одним из уникальных архитектурных жемчужин Востока, был воздвигнут эреванским сердаром Эмергюне Хан Гаджаром. В 1760-1770 годах был усовершенствован правителем эреванского ханства Гусейн-Али Ханом. В 1791 году сын Гусейн-Али Хана Мухаммед Хан построил зеркальный салон дворца и летний павильон. Из французских путешественников Жан Таверниев и Жан Шарден, находясь в городе Эревань, создали его графические изображения. Будучи в Эреване в 1817 году, военный немецкого происхождения Морец фон Кодзибуе, рассказывая о летнем павильоне в Ханском саду, писал, что в центре павильона был сооружен мраморный бассейн с фонтаном, и звуки, издаваемые маленькими колокольчиками, подвешенными над струйками воды, ласкали слух хана. Немного спустя, после захвата Эреванской крепости войсками Российской империи, русские офицеры поставили в зеркальном салоне дворца пьесу Александра Грибоедова «Горе от ума». В 1837 году император Николай I посетил Эревань, переночевал в Ханском дворце и написал свое имя на стене комнаты, в которой провел ночь. В исторической литературе упоминаются названия 15 мечетей в городе Эревань. Синяя мечеть, мечеть Сардара, мечеть Шаха-Баса, мечеть Тепебаши, мечеть Залхана, мечеть Сертипхана, мечеть Демирбулак, мечеть Гаджи-Джафарбека, мечеть Реджеп-Паши, мечеть Мухамед-Сартипхана, мечеть Гаджи-Инама и другие. Минареты этих мечетей возвышались над городом, издалека сообщая путникам, что Эревань является мусульманским городом. Французский геолог и археолог, натуралист Фредерик Дюбуа де Монперье в своем произведении «Путешествие вокруг Кавказа», изданном в 1839 году в Париже, подробно описал Эреванскую крепость и Синюю мечеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В начале XX века в Ириване, в Демирбулакском массиве, где в свое время проживали только азербайджанцы и которые ныне армяне называют Каран-Китак, существовали три мечети. Две мечети, мечеть Гаджи Наврузбека и мечеть Гаджи Джафарбека, в 1930 году были снесены по указанию руководства Армянской ССР в целях притворения в жизнь нового генерального плана города Эревань. А мечеть Демирбулак, расположенная недалеко от моста через реку Гидяр, была сожжена армянами в 1988 году. Исследователь Томас де Вааль пишет, что в 1990 году армяне, распространив слухи о том, что азербайджанцы будто бы разрушили армянскую церковь в Баку, в течение трех дней сравняли с землей Демирбулакскую мечеть. Тогда как единственная армянская церковь в Баку и сегодня находится под охраной государства, как историко-архитектурный памятник. В 2014 году в Эреване в течение одной ночи были разрушены также небольшие остатки мечети Сердара, которые вы видите на экране. Теперь на этой территории построен многоэтажный жилой комплекс. В связи с тем, что город Эревань был расположен на пересечении караванных путей, здесь было множество караван-сараев и торговых площадей. В начале XIX века в Эреване было 8 караван-сараев и 851 торговый ларек. По описаниям Ивана Шопена в центральной части была расположена большая площадь. Остальные площади назывались Ханский сад, Залхан, Гусейн-Алихан, Фехле, Базары, Мейданы. А территория, на которой было расположено имение знаменитого риванского богача Панаххана Макинского, до недавнего прошлого называлась площадью Панаххана. В Эреване действовало 10 бань, построенных в стиле восточной архитектуры. Городская баня, баня Залхана, баня Шейхулислама, баня Мехтибека, баня Тепибаши, баня Гаджибиим, баня Гаджибиим, баня Гаджифатали, баня Керимбека и баня Гасанали. В городе Эреване и его окрестностях было 1473 сада, 772 из которых находились в пределах города. Слава таких садов, как Сад Сердара, Сады Дельмья, была распространена далеко за пределами Эревани. С плоскогорья Гырхбулак в город была проведена питьевая вода. Благодаря растительным каналам, протянутым с рек Зянгий и Гидиар, Эревань превратился в край садов и парков. Эреванские земли давали 2-3 урожая в год. Плоды эреванских садов в высушенном виде экспортировались в Европу. До захвата русскими войсками в городе Эревань проживало примерно 20 тысяч человек. Приблизительно одну пятую часть населения Эревани составляли армяне, которые проживали в окрестностях города. Для того, чтобы захватить новые территории к югу от границ империи, России необходимо было создать на Южном Кавказе опорную зону, состоящую из христианского населения. Массовое переселение армян, проживающих на территории Ирана и Османской империи, в Эреванское, Нахчеванское и Карабахское ханство, осуществляемое на основании Туркменчайского договора 1828 года и Эдернинского договора 1829 года, также служило вышеуказанной идеей. Для направления армянских переселенцев из Ирана в город Иревань командующий русскими войсками генерал Иван Паскевич дал конкретные поручения. 377 семей из числа армянских переселенцев были размещены в городе Иревань. Несмотря на массовые переселения, в 1831 году в этническом составе населения, проживающего в городе Иревань, численный перевес принадлежал азербайджанским тюркам. Численность азербайджанцев в городе составляла 7331 человек, армян – 4484 человека, прочих народов – 105 человек. Однако в последующие годы в результате политики национального разобщения народов, проводимой Российской империей против азербайджанцев, демографическое положение в городе постепенно изменилось в пользу армян. Культурное наследие азербайджанцев в Иреване умышленно уничтожалось армянами. Даже вопрос сохранения дворца Сердара в Иреване обсуждался в 1910 и 1912 годах на собраниях Российской императорской археологической комиссии. Комиссия постановила, чтобы известный востоковед Николай Мар провел технический осмотр дворца. В своем отзыве о результатах осмотра дворца Сердара Николай Мар отмечал, что в разрушении дворца наряду с землетрясениями и прочими естественными процессами сыграл свою роль и человеческий фактор, то есть деятельность армян. Искусствовед доктор Наталья Миклашевская писала, что после разрушения дворца Сердара в 1914 году с его стен были сорваны портреты кисти Мерзы Годима Иревани, изданы в Военно-исторический музей в Тбилиси. В 1928 году был демонтирован большой зал мечети Залхана, а на его месте построен отель «Ереван». Этот отель в настоящее время называется «Роял Тулип». В последнее время на площади республики в Иреване ведутся археологические раскопки, и обнаруженные при этом образцы материального наследия азербайджанцев серьезно беспокоят официальных лиц Армении. По этой причине археологические раскопки были прекращены, а раскопанная территория была покрыта щебнем. 29 мая 1918 года, столкнувшись с внешнеполитическим давлением, Азербайджанский национальный совет вынужден был уступить город Иревань армянам в качестве их столицы. Тем самым на азербайджанской земле, на территории бывшего эреванского ханства было создано первое армянское государство. В начале 20 века в городе проживало примерно 12 500 азербайджанцев. К ноябрю 1920 года из полумиллионного азербайджанского населения, проживающего в Армянской ССР, осталось примерно 10 000 человек. В 1922 году в городе Иревань оставалось всего 5 124 азербайджанца. В 1959 году в Иреване оставалось всего 3413 азербайджанцев. В 1988 году, окончательно депортировав азербайджанцев из Иревани, так же, как и с других территорий Армении, правительство Армении завершило этническую чистку азербайджанцев на этой территории. На сегодняшний день от исторического облика города Иревань, являющегося древним азербайджанским краем, не осталось и следа. Иреванская крепость уничтожена вместе с ее историко-архитектурными памятниками. В городе Иревань стерты все следы материально-культурного наследия азербайджанцев. Уничтожена азербайджанская этническая принадлежность города. В результате актов вандализма, осуществляемых армянами, исторический тюрко-мусульманский город превращен в моноэтнический армянский город. В этом фильме вы увидели город, который был построен азербайджанцами. Восточный город с мечетями, базарами, караван-сараями, садами, дворцами, с богатым материально-духовным наследием. Уничтожить и стереть его из памяти людей невозможно, так же, как невозможно предать его забвению. Потому что этот город один из древних культурных центров Азербайджана. Иревань. Азербайджана. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Азербайджана. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»